Музыка Мы очень рады тому, что у нас сегодня открывается очередной уже шестой всероссийский конгресс международным участием по канистерапии. Уже приехали наши прибалтийские коллеги. И в этом году основная тема конгресса – это структуризация исследований в канистерапии. Потому что мы уже пришли к тому этапу, когда из практики мы уже переходим в более полномерные научные исследования. Мне очень приятно констатировать, что уже несколько лет у нас направление в стране вообще активно развивается. И приятно, что к этому присоединились профессионалы-медики. И наше с вами содружество приобрело очень хорошее содержание, очень хороший смысл. Я, как праведор в первом медицинском университете имени Павлова, рад вас приветствовать в этих стенах. Эти стены видели и слышали речи и Нобелевских лауреатов, и Ивана Петровича Павлова, и Юрия Чайничникова. Поэтому сегодняшние ваши доклады, они будут обеяны в общем и целом их духом. И, конечно, я очень горд тем, что наш университет является родоначальником целого направления на научно-обоснованном подходе к канистерапии. Уже шестой год мы с вами встречаемся. Благодарственное письмо Союз реабилитологов России выражает благодарность руководителю, ведущему методисту учебного центра сообщества канистерапии Цивилевой Ольге Владимировне за большой вклад в создание и развитие методических рекомендаций международного уровня в области канистерапии. Подписана председателем Союза реабилитологов России главным реабилитологом Министерства здравоохранения Российской Федерации Галиной Евгеньевой Ивановой. О развитии канистерапии, о том месте, которое канистерапия должна занять и займет. Мы сейчас вошли в теоретическое условие и не где не нарушили положение 323-го федерального закона, статьи 40-го, которая описывает медицинскую реабилитацию. Я благодарю вас за внимание. Если мы с вами подходим к непрофессиональной вопросу реабилитации наших больных, мы имеем огромное количество тех мест, куда можем угодить, как формулировать цели и распределять задачи, как понять, кто и когда, как долго, в какой последовательности будет применять реабилитационные технологии. Вот это все как раз необходимо для того, чтобы выстроить грамотную и эффективную реабилитацию. И, конечно же, мы не должны позволять нашим пациентам терять те способности и возможности, которые у них есть. Очень трудно понять, что у человека внутри, понять потенциал невербального клиента, причем эта проблема есть не только в детской, но и во взрослой реабилитации. Труднее всего оказать помощь невербальному человеку после, например, инсульта, после черепно-мозговой травмы. Потому что если он не говорит, то возможности диагностики его снижаются резко. Спасибо вам за внимание. Сегодня заканчивается наш конгресс по канистерапии. Это уже шестой конгресс. Он отличается тем, что вырос уровень докладов. Явились собственные данные интересные, которые заслуживают публикации в серьезных журналах. Видно, что опыта накопилось достаточно. Есть много документации. Мы стоим на пороге создания новой специальности канистерапевт. И для тех людей, кто не хочет заниматься реабилитацией, кто хочет заниматься грамотно организованной досуговой деятельностью, появилась новая программа под названием Док Адвентер. Она позволяет безопасно проводить канистерапию не как технологию реабилитации, а как развлекательную программу для здоровых или для пациентов с ограничением жизнедеятельности. Это вот интересное направление, которое позволяет легализовать те формы деятельности, которые имеют отношение либо к медицине, либо к социальной реабилитации, либо к досуговой деятельности. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова